Всем привет! Партия белорусских мастеров. Партия номер 148. Городецкий, Берлинков. CD4, FG5, DC5. Побили, 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 побили. Это у нас дебют тычок. GH4, BC3, HG5, AB2, CB6. CD4, DC7, DE3. И здесь самое сильное, F3. Этот вариант чуть позже посмотрим. У них было DE3, GH6, GF4, CD6. BA3 поменялись. BC7. У белых чуть хуже, но вполне защитимо. В партии играли CB2. Авторы указывают, что можно и CD2 играть. Это правильно. И пишут, что ход CB2 проигрывает. Это неправильно. CB2 не проигрывает. Далее было CD6, BA3. Побили, побили. ED6. Побили, побили. Здесь можно было отдать шашку F5. И после GF4, CB4. Выигрыша у черных здесь нет. Можно играть и как играли в партии. FG3. Я в том, что на нападение GH4 есть удар F5, который дает белым ничью. В партии было HG7, GH4, GF6. Это равная позиция. DE5. Побили, побили. BC5, побили. AB6, HG3. BA5, GH4. AB4, HG5, BC3. Вот такая интересная позиция. Здесь белым надо было отдать FE7. И походить GF6. Допустим, CB2, FG7. Дамка, дамка. Если черные попытаются выскочить своей дамкой, белые просто нападут. И дамка черных не может отсюда выпутаться. Поэтому партия закончится в ничью. В партии здесь белые ошиблись и отдали FG7. Это уже, конечно, проигрывает. Дали было GF6. CB2, FG7. CD4. И черные выиграли впоследствии. Можно было выиграть и после DE5. Но авторы пишут, что здесь ничья. А на самом деле выигрыш. Белые играют ED4. Давайте развернем доску. Посмотрим. Значит, на центр ставить нельзя. Белые нападут и проскочат в дамки. Поэтому надо ставить на C1. Нападать белые не могут. Надо играть BA5. До сюда. Снова в группе нельзя. Меняться нельзя. Надо AB6. И DC5. Выигрыш. Если BA7. Побили. Дамка. И сюда. Маленький тюд получился. Следующая партия. Номер 149. Берлинков-Ракетницкий. CD4. FG5. TC5. Побили. 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 GF6. Bc3. GH4. AB2. FG5. CB4. HG7. Bc3. GF6. CD4. CD6. BA5. Белые меняются. ED6. Белые меняются. Черные играют EF5. И белые снова меняются. И в этой позиции была трудная защита. Связанная с ходом AB6. В партии был ход F7. Который уже проигрывал. Ничья была после размена AB6. Допустим. Побили сюда. F3. DC5. CB2. DC7. ED2. CB6. DC3. F7. F5. BA5. ED6. CB4. Побили. Побили. И при правильной игре партия должна закончиться в ничью. В партии же был ход F7. Это уже проигрывает. Далее была F3. EF6. ED2. FG5. DC3. AB6. Побили. Побили. CB2. DC7. CD4. CB6. И белые здесь ошиблись. Они сыграли BC3. Этот ход выпускают в выигрыш. Можно было играть BA3. GF2. Или DE5. А вот BC3. Выпускают. Черные могли вот здесь отдать. И поменяться GF4. DE5. DC5. И BA5. Прорываясь дамки. Достигая ничей. Но в партии они видимо смирились. И после BA5. GF2. Сдались. И еще одна партия. Номер 150. Савченко Гордевич. CD4. FG5. DC5. Побили. 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 GH4. Bc3. CB6. CD4. DC7. AB2. HG5. Здесь такой же вариант как был в первой партии. Там играли DE3. GH6. В первой партии. А самым сильным здесь является ход Fe3. Побили. Побили. И этот вариант приводится в примечание. Далее там GH4. GF4. И здесь авторы указывают ход Е6. Но вот ход Е6 уже проигрывает. Белый играет Fe5. Fe7. GF2. GH6. Побили. Побили. AG3. И как показывает анализ. Все продолжения за черных проигрывают. И в этой партии белые не сыграли Fe3. А сыграли DE3. Черные GF6. С ловушкой на нападение GF4 будет удар FG7. Было BA3. HG7. GF4. GH6. ED2. Черные поменялись. ED6. Белые поменялись. DC5. На D4. HG5. GF2. GF4. И здесь белые допустили ошибку. Они здесь поменялись DE3. Этот ход проигрывает. Можно было поменяться FG3. И DE3. 2 на 2. С равной игрой. После же DE3. Последовало DE7. И у белых постепенно закончились ходы. И они ту партию проиграли. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой шаршечный канал. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok